На заседании комиссии городской думы по транспорту обсуждают насущные вопросы. В первую очередь это проблемы финансового состояния муниципального предприятия. За август доходы Нижегород-пассажир автотранса составили 114 миллионов рублей, а расходы при этом почти 143 миллиона. Ситуация сложная, но она в общем-то на протяжении последних лет, после передачи Нижегород-пассажир автотранса в области города была приблизительно всегда на одном и том же уровне, на стабильно тяжелом. Я даже бы больше скажу, на сегодняшний день есть реальные перспективы и планы выхода из создавшейся ситуации. На сегодняшний день есть договоренности о рестурализации долгов по налогам. Сейчас автобусы начали готовить к осенне-зимнему периоду. До начала холодов необходимо провести все работы по обслуживанию транспорта, от проверок топливной системы до замены шин. Депутаты также обратили внимание на нехватку водителей. Ежедневно на линию выходит только 60% всего подвижного состава. Это порядка 350 автобусов, когда в автопарках числится 632. Недавно около 100 автобусов стояло, сегодня около 50 автобусов стоят из-за нехватки водительского состава. Связано это, конечно, с тем, что муниципальные предприятия не в состоянии, сегодня даже при том, что была поднята зарплата у водителей до 45 тысяч, нам сегодня об этом сказали, все равно не в состоянии конкурировать с оплатой, которую платят частным перевозчикам. Это приблизительно 65-70 тысяч. И проблема такая есть. Поэтому соблазн принять на работу потенциального гонщика у руководителя, он всегда возникает. На заседании также обратили внимание на инцидент, произошедший на новой станции Нижегородского метро «Стрелка». Напомню, выходные прямо на вестибюле в один из освещающих плафонов обвалились куски штукатурки. Никто из пассажиров не пострадал. Депутаты сообщили, что ремонтные работы завершатся в самое ближайшее время. Юрий Афров, Андрей Панов, столица Нижний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова